Привет всем и с вами снова я, Михаил Шилов, автор проекта www.3wbudushin.ru, www.3wbudublog.ru и www.makivara.ru А вот теперь уже и автор нового проекта www.doktor-shilov.com Что это такое, да? Что-то новенькое, вы еще не слышали про это, то есть от меня, да? Да я и сам, собственно говоря, до недавнего времени про это не слышал. И даже в той мере, в которой следовало бы, на эту тему не задумывался. Так вот, что это такое. Совсем недавно я начал целую серию подкастов, целую серию видео. Для мини-курса о здоровом позвоночнике. Собственно говоря, о чем эта серия? Она о профилактике заболеваний, как профессиональных, так и обычных, если можно так назвать, бытовых, заболеваний позвоночника. Вот. А также о профилактике, значит, этих заболеваний. Также о профилактике и лечении травм позвоночника, о реабилитации позвоночника. Откуда это все пошло? С чем бы то вдруг? Я и раньше записывал, собственно говоря, эти все видео и выкладывал их на канале на ютубе. Также я много отвечал на вопросы, связанные с этой проблематикой. на форуме Сергея Бадюка, когда модерировал, значит, ветку травмы. Вот. А потом ко мне приходило множество писем. И сейчас приходит просто дофига. И больше по теме о том, как вот мне вот то и все, у меня болит вот там, у меня грыжа, у меня протрузия, можно ли мне заниматься. А вот у меня тут подвыкшие на модели, а тут у меня нестабильность, а тут ля-ля-ля-ля. И, короче говоря, вот отвечать на все письма каждому у меня, к сожалению, при всем моем желании. Я стараюсь, конечно, но возможностей нет. Тем более, что вопросы часто повторяются, они общие, очень часто бывают. Потому что частных я все равно консультаций дать по почте и по скайпу не могу. Это как и, но такой шер не может его до скайпу принять, так и доктор, мануальный терапевт, ортопед не может лечить по переписке. Это неблагодарное занятие, человек индивидуален. Но есть и общие, конечно, какие-то понятия, которые надо знать и понимать, чтобы, по крайней мере, выбрать правильную тактику. Кому пойти, врачу, какому, какие первые меры. А некоторые вещи действительно можно просто профилактировать, соблюдать определенные рекомендации, для того, чтобы не приходилось потом ходить к докторам. А некоторые вещи даже при реабилитации можно лечить и действительно руководствуясь какими-то методическими пособиями. Вот, в принципе, можно. Вот. Просто все индивидуально. Но есть и общие моменты. Так вот, такие общие моменты, они хорошо разбираются на форумах. Один вопрос как бы задал, а вопрос, в самом деле, беспокоит десятки людей. Ответил один раз и все. И все получили консультацию. Или, по крайней мере, когда приходит личное письмо, можно сказать, посмотрите на форуме, я там отвечал на эту тему. Вот. Но есть еще лучший формат. Это видеоформат, когда можно все действительно рассказать и показать. Значит, информативность такой подачи материала, она, в общем-то, гораздо выше. А еще что ценно, что человек может это все дело очень легко найти, воспользовавшись обычными поисковиками. Или даже поисковиками на том же самом, ну, ютубе, доведя запросы по какой-то своей тематике. Вот, ну, по травматизму, потому что по остеохондрозу. В данном контексте про что рассказываю. И мне очень много писали люди, что вот хотели бы, чтобы я какие-то ролики там записал, создал по этой теме, чтобы можно было вернуться, возвратиться к ним еще посмотреть раз, чтобы это не потерялось никуда, чтобы это можно было посоветовать своим родным, там, близким и все такое прочее. А кто-то мне даже предлагал записать на эту тему видеокурсы. Я и сам все это дело, ну, планировал делать, но и делал даже. У меня есть эти видеоролики и все такое. Но до ума я это дело не довел. Но сейчас просто поток запросов стал настолько высок, что я очень серьезно на эту тему задумался и решил все-таки это дело сделать. По всему, будет все это в двух форматах. То есть, первое, общие самые рекомендации, самого общего характера, но очень полезные, безусловно, как для новичков, так и для профессионалов даже в области там ЛФК и кинезиотерапии. Они будут интересны, однозначно. Потому что они имеют некий акцент в нюансах, которые мало разбирают даже на специальных курсах повышения квалификации врачей. Причем профильных, да, повышения квалификации. Ну, что само собой разумеется. Даже для кинезиотерапевтов, которые идут для мануальщиков. Есть нюансы. Я уже про эти вещи буду рассказывать, даже в самых общих роликах. А второе, это уже будут более частные, более конкретизированные уроки в виде целой серии лекций. Это уже выйдет на DVD. Я записал уже несколько видеороликов. Сейчас что происходит? Почему я еще в виде мини-курса вот такого, ну, общего, все это дело записывал? Я стал таким перфекционистом. Мне хочется все делать очень хорошо. Я понимаю, что, конечно, для абсолютного, для большинства людей, конечно, важен, особенно, кому это очень нужно. Важен прежде всего контент. И все равно, на какую камеру это записано будет и как. А вот мне уже стало это не все равно. Я хочу записать это все хорошо. Сейчас я пишу серию видеоподкастов, которые будут выложены на YouTube. В абсолютно свободном доступе я просто подбираю те настройки камеры, те способы, технологии, которые я буду потом использовать для записи очень высококачественного видеокурса, который выйдет на 9 курсов лекций, видео лекций. Поэтому особо прошу не критиковать те видео, которые лягут сейчас, потому что идут подборки, настройки. Пробуются разные способы. Запись в отражении в зеркале, запись с размытым фоном, запись с переменной фокусировкой на переднем-заднем плане, когда на заднем плане в зеркале меня со спины видно, а на переднем плане я спереди, что называется. Все это пробуется сейчас, подыскивается. Когда все подобрано будет, будет записан видеокурс. Дело в том, что видеокурс-то практически у меня был уже записан. Я уже собирался монтировать его. Там оставалось только дописать несколько буквально роликов. Но в свете того, что вот обуял меня вот такой перфекционизм, я все эти ролики перезапишу. Заново хочу, чтобы было просто все супер-купер. Вот так-то, друзья. И думаю, что вам это все понравится. А, значит, доменное имя нового официального проекта по спортивной, прежде всего, медицине, но не только по спортивной, по любой, связанной именно с заболеваниями, травмами, то есть опорной системой, а также профилактики этих заболеваний и травм. Это мой новый сайт, который сейчас будет, который только будет создаваться. Его еще пока нет. Это сайт www.drshilov.com На самом деле это будет, мы со супругой, совместный проект, потому что она у меня тоже врач, кандидат медицинских наук. Врач, педиатр, неонатолог. Занимается маленькими детишками. Она в рамках этого же проекта будет вести разделы по собственной тематике, по своей, по профилю. Так что не забывайте про домен, про этот. Вы имя и этот домен будете видеть, в принципе, после каждого видеоподкаста. Скоро этот сайт заработает. В настоящий момент, когда записывается ролик, а это, у нас сейчас какое число, это 18 сентября. Его еще пока нет, но уже зарегистрировано доменное имя. Но сайт скоро появится. Я думаю, что до конца месяца уже первая структура сайта будет выложена в открытом доступе, и там уже материалы будут какие-то. Так что до встречи. Всего доброго.